Вот здесь, в нашем хозяйстве, мы храним семенной картофель. Сейчас мы его перебираем, складываем, и вот оно по сортам лежит. Высаживать картофель на полях хозяйства Емелева собираются уже на этой неделе. Аккуратно сложенные в ящики семена пока лежат вот в такой специальной камере. А рядом на полках-мешках соседствует еще прошлогодний урожай. Осенью собрали больше тысячи тонн картошки, рассказывает фермер. Часть успели распродать сразу, другая до сих пор еще остается в хранилище. Построили его пять лет назад. Скорее, по необходимости делится Игорь Емелев. Выкинуть однажды пришлось почти 500 тонн испорченных овощей. Но если с хранением вопрос теперь решен, то со сбытом товара он остается еще открытым. Со сбытом есть проблемы. Часть продукции мы продаем и как в Москву, так и в Петербург. И основную продукцию в Краснодарском крае. Объемы большие, поэтому логистика очень сложная. Конечно, пропадает продукция, бывает такое. Впрочем, с подобной проблемой сталкиваются не только крупные фермерства, но и небольшие хозяйства. Как хранить и куда сдавать выращенный продукт, сегодня волнует многих. А задачи на этим вопросом и краевые власти. В условиях импортозамещения отправлять на свалку овощи и фрукты просто недопустимо. Чтобы решить этот вопрос, в региональном антикризисном плане предусмотрели порядка 150 миллионов рублей на инфраструктуру сбыта и хранения сельхозпродукции. По поручению Александра Ткачева деньги пойдут на строительство логистических центров. В ряде муниципалитетов края функционируют частные логистические комплексы. Дальновидные предприниматели и фермеры сами построили их для хранения и перевозок собственных урожаев, продукции своих производителей, соседей. Этот опыт нужно внедрять в каждом районе края. Поручаем Министерству сельского хозяйства совместно с муниципалитетами максимально активизировать работу по расширению сети логистических центров, включением сельхозпроизводителей. И повторяю, до конца года нужен конкретный результат, а не обещания, планы. Крупный логистический центр на Кубани сегодня есть. Правда, пока один. Всего же в регионе планируют построить 7 таких оптово-распределительных комплексов. Каждый сможет принимать выращенные овощи и фрукты из 7-8 районов. В таком центре вся продукция сможет не только храниться, ее также приведут в товарный вид и, самое главное, помогут реализовать. Договоры будут заключать с торговыми сетями и крупными оптовыми покупателями. Но главная особенность, которую отмечают в Краевом министерстве сельского хозяйства, в отличие от уже существующего центра, в новых приоритет будет отдан местным предпринимателям и фермерам. Сегодня в министерстве проведена большая работа и заведены в базу уже малые формы хозяйствования по каждому муниципальному образованию, по каждой сельской территории. Кто фактически, какими видами сельхозпродукции занимается, территориально, географически, у нас эта база есть. И фрукты, и овощи, все должно быть наше. Ведь приезжающие 12-15 миллионов жителей Российской Федерации по разным направлениям, кто отдыхать, у кого курорты там, у кого лечение, они именно хотят наших продуктов. Поэтому кубанское, значит, качественно. Один из первых таких центров уже в этом году заработает в Краснодарском хуторе Ленина. На огромной территории, почти в 17 гектаров, возведут три корпуса. Первый сегодня уже готов. Это огромные склады, в которые смогут уместиться практически все виды овощей и фруктов. Всего более 40 тысяч тонн. При этом даже для каждого сорта продукции своя отдельная комната. Хранить в одной такой камере можно будет до 500 тонн овощей или фруктов почти полгода. При этом о сохранности своей продукции предприниматель может не переживать. Даже в сильную кубанскую жару здесь останется прохладная температура. По задумке архитекторов, весь центр будет в желтых и красных красках, таких же ярких, как и кубанские овощи и фрукты. Сделано это специально, чтобы привлечь внимание не только оптовых покупателей. Концепция – это не просто складов для фур, для большегрузных. Но было и сделано, и сейчас будет достраиваться мелкий опт, что может приехать в любой ресторан, небольшая газель, пирожок, загрузиться на кафе. С появлением в крае логистических центров решатся проблемы не только фермеров, уверены власти. Наладив схему производства, хранение сбыт выиграет и экономика региона в целом. Ведь сегодня на агропромышленный комплекс приходится более 18% краевого ВРП. Но самое главное – выгоду получит и каждый покупатель, который без труда сможет отыскать на прилавках магазинов – кубанские. А значит, качественные и дешевые продукты. Мария Крошина, Денис Москаленко и Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар.